С каждым годом технологии идут вперёд, и то, что пару лет назад казалось фантастикой, сейчас уже является реальностью. Так, Razer недавно представила свою новую модель игрового ноутбука Blade 15 Advanced, напичканного топовым железом, включая карточку RTX с трассировкой лучей, а также несколькими вариациями дисплеев на выбор, так как вообще существует две версии Razer Blade 15. Это Basic, то есть базовая, отличающаяся более низкой ценой, но и хуже железом, и топовейшая версия Advanced, которая сегодня у нас на обзоре. И вот чем она отличается от других моделей и конкурентов, что в ней нового и за сколько её можно купить, сегодня и расскажу. Приятного просмотра! Начнём, пожалуй, с того, где же дешевле всего купить Razer Blade 15. Первый самый надёжный способ – это воспользоваться сайтом, который показывает цены в разных интернет-магазинах для сравнения. В России это Яндекс.Маркет, в Украине, Казахстане и Польше это Е-каталог или Hotline, где вводим название ноутбука и можно отсортировать магазины по самой низкой цене. Но это всё равно дороже, чем то, что продают через доски объявления на вторичке. В России через Yulu или Avito, в Украине через OLX, где цены уже, конечно, пониже, но и появляются риски, так как всё зависит от адекватности продавца, плюс состояние у товара может быть абсолютно разным. Ну и третий вариант – это купить товар на сайте fivebox.store, где, выбрав конкретную коробку, например, с ноутбуками, среди которых есть в том числе Razer Blade 15, можно увеличить шанс на выпадение и попробовать забрать его себе гораздо дешевле. Не буду говорить, что за одну-две тысячи получится купить ноутбук, хотя предсказать, с какого раза это произойдёт невозможно, в этом-то и фишка. Может из первого, а может из двадцатого. В любом случае, это самый дешёвый способ. Если посмотреть последние выигрыши на сайте, здесь люди выигрывают довольно неплохие вещи, но кому как повезёт. Начнём, пожалуй, с внешки, которая практически ничем не отличается от прошлых моделей, что чаще всего не вызывает восторга. Но в некоторых случаях все наработки суммируются, как в данном случае. Так что зачем менять то, что и так хорошо выглядит? Это такой же тяжёлый, монолитный алюминиевый блок с подобающей своему классу сборкой, где ничего не люфтит, не скрипит и выглядит просто потрясающе. Это, конечно, дело вкуса, но лично мне дико нравятся острые грани у ноутбука, на крышке которого виднеется логотип компании. Тем не менее, всё же небольшие изменения есть. Версия 2022 года теперь имеет решётки динамиков с лазерной резкой, сами клавиши немного большего размера, как, собственно, и кнопка Shift, утопившая стрелочки в одну клавишу, а кнопка питания находится в правом верхнем углу клавиатуры, а не на правом динамике. Клавиатура выполнена из анодированного алюминия и довольно приятная на ощупь. Конечно же, в игровом ноутбуке не обошлось и без ЛГБТ, то есть RGB-подсветки, которую можно настроить кто как захочет через стандартную утилиту, чего, к сожалению, не скажешь про небольшой ход клавиш, к которому, тем не менее, как и к раскладке, быстро привыкаешь, даже после перехода с полноразмерной клавиатуры, не говоря уже о других ноутбучных клавах. Но всё же, если говорить о других ноутах, в частности игровых, было бы здорово, если бы Razer попыталась сделать свои собственные компактные механические переключатели, как это делает Alienware со своими сверхнизкопрофильными переключателями премиум класса Cherry. Хотя и та клавиатура, что здесь есть, тоже неплохая, но за те деньги, которые просят за ноутбук, хотелось бы чего-то побольше, да и иногда клавиши могут показаться немного мягкими. Зато вот к чему претензий просто нет, так это к трекпаду. Мало того, что он один из самых больших, что есть на игровых ноутбуках, так ещё и по качеству и удобству использования почти не уступает эталонной Apple. Те времена, когда трекпады на Windows ноутбуках выглядели скорее как костыли уже давно в прошлом, и сейчас трекпад спокойно отрабатывает повседневные задачи. Но то, что такой трекпад внедрили в игровой ноутбук, где большинство людей играют в игры с помощью мышки, было весьма приятно. Так как здесь достаточно места для использования жестов Windows 11, и все они работают с первого раза. Что касается остального, то Blade 15 Advanced выделяется даже среди других моделей Razer, включая некоторые конкурирующие игровые ноутбуки своей тонкостью. Однако это не помешало запихнуть в него три USB 3.0, два Type-C с поддержкой зарядки, HDMI, разъём под наушники и отдельный проприетарный разъём для зарядки во время игры с повышенным потреблением. Единственное, чего здесь нет, так это стандартного разъёма под интернет кабель, но с новыми роутерами, думаю, это небольшая проблема. И вся эта красота толщиной меньше 2 см, при весе в 2 кг, что делает ноутбук одним из самых тонких в сегменте игровых, но не самым лёгким из-за алюминиевого корпуса. И такой размер является как преимуществом, но также и серьёзным недостатком, когда речь идёт об охлаждении. Ведь в погоне за минимальной толщиной устройства приходится жертвовать потоками воздуха. Не сказать, что охлаждение здесь какое-то плохое. Прошлые модели тоже низкими температурами похвастать не могли, так что ожидать чего-то другого в более компактном корпусе и не приходилось. Но в пике температура процессора перешагивает отметку в 90 градусов, что ощущается тактильно даже руками на подставках ниже клавиатуры. Терпимо, конечно, но заметно. Однако играть это не мешает, если только вы не хотите комфортно использовать ноут на коленях. Ну а это что касается внешнего вида. Всё же самое большое изменение коснулось железа внутри ноутбука, и в частности монитора снаружи. Стоимость Razer Blade 15 2022 года начинается от 2500 долларов и достигает 3000 в максимальной комплектации, где на выбор можно жонглировать разными матрицами. Так, например, можно выбрать или QHD с частотой 240 Гц, или Full HD с частотой аж 360 Гц. Хотя обе эти матрицы имеют устаревающее соотношение сторон 16 на 9 вместо 16 на 10, и обрамлены в тонкую рамку вокруг 15,7-дюймового дисплея. Из железа здесь стоит Intel Core i7-12800H, 16 ГБ памяти, которую можно расширить до 64, 1 ТБ SSD с дополнительным слотом под M.2 накопитель, и видеокартой от Nvidia GeForce RTX 3060 в базовой версии, и 3070 в топовой. Если говорить только о железе, то цена явно завышена. Например, за конфигурацию Acer Predator Triton 500 SE этого же года выпуска, за те же 3000 долларов вы получите Intel Core i9 12-го поколения, GeForce RTX 3080 Ti, 32 ГБ памяти, накопитель ёмкостью 1 ТБ и 16-дюймовый дисплей с разрешением 2560 на 1600 пикселей. Но здесь, как и с продукцией Apple, вы покупаете не только само железо, но и известное имя игрового бренда, которое гарантирует качественную сборку и высокую производительность. А вот надо оно или же нет, уже каждый решает сам для себя, так как с производительностью здесь нет никаких проблем, как будто бы кто-то сомневался за такие-то деньги. Учитывая, что здесь дисплей киберспортивного калибра, то есть с частотой 360 Гц, более вероятно, что вы будете использовать не самые пиковые настройки графики, чтобы в полной мере задействовать эту частоту обновлений. В комментариях и по интернету постоянно ходят, мягко говоря, дискуссии, заметна ли такая герцовка глазу и надо ли оно вообще? Так вот, ответ – да, заметно. И после нескольких часов игры в Counter-Strike Global Offensive, прыгая то туда, то сюда между 60 Гц и 360 Гц благодаря встроенной фишке от Razer, моя точность и время отклика заметно изменились. Не скажу, что стали лучше, так как я ещё тот игрок, однако изменения были. Но это что касаемо игр. При просмотре же фильмов или написании этого сценария, 360 Гц явно не нужны, как и при простом скроллинге интернета или любом другом некиберспортивном действии. Поэтому Razer внедрила такую штуку как Nvidia Optimus, позволяющая автоматически переключаться с интегрированного на дискретный графический процессор по мере необходимости, чтобы сбалансировать производительность и время автономной работы. То же самое можно сделать и вручную, переводя ноут на дискретную графику, которая повышает производительность и снижает задержку, когда это нужно. Однако, если вы не особо играете в шутеры от первого лица, такие как CSGO, Fortnite или Overwatch, дисплей с частотой в 360 Гц, вероятно, явно больше, чем вам того нужно. Поэтому можно присмотреться к версии с QHD-монитором, у которого уже 240 Гц, но зато вы получаете более высокое разрешение и более широкую цветовую гамму. Кроме того, с таким дисплеем переключение между количеством кадров происходит без перезагрузки, как того требует дисплей с 360 Гц. Плюс ещё и время автономной работы возрастает. Здесь, конечно, много условностей от нагруженности и, соответственно, потребления процессора, скорости вращения кулеров и загруженности видеокарты. Но при обычном просмотре фильмов с максимальной герцовкой, ноутбук продержался 5 с лишним часов. Соответственно, это время можно увеличить до 7, снизив количество кадров, или наоборот уменьшить время работы от батареи до 2,5 часов, нагрузив компьютер играми. Хотя, вряд ли кто-то будет играть в игры без подключённого проприетарного блока питания. Но вот работать вне дома, например, где-нибудь в кафе, можно спокойно запитав ноутбук через USB Type-C в разъём Thunderbolt 4. Так что вообще-то нельзя сказать, что это сугубо игровой ноутбук. Он также хорошо справляется и с другими задачами. Например, учитывая повальный переход на удалёнку в 2020 году, в новой версии Razer решили улучшить разрешение камеры до Full HD для видеоконференции, ну или, например, для игровых стримов. Плюс у него есть преимущество при выполнении некоторых творческих задач, благодаря функции быстрой синхронизации видеопроцессора Intel, что позволяет быстро экспортировать видеофайлы. Где-то 5-минутное видео в разрешении 4К ноут отрендерит за 3,5 минуты, что, как по мне, довольно неплохой результат. Также скорость считывания данных со слота SD-карды позволяет быстро перемещать массивы данных, где-то гиг в секунду, что, например, будет полезно фотографам или операторам, дабы скинуть отснятый материал на ноут и не занимать место на флешке. Однако здесь всё упирается в цену. Вряд ли кто-то будет покупать себе такой ноут, как рабочую лошадку для ежедневной рутины, не раскрывая его потенциала в играх, ведь в них он себя чувствует очень неплохо. Для тестов я выбрал несколько популярных игр разных годов выпуска, и начнём, пожалуй, с Киберпанка. Стандартный пресет высоких настроек с выключенной трассировкой, выдаёт стабильные 60 кадров. Но что если я хочу себе трассировку лучей? Поднимаем настройки до средневысоких, подрубаем DLSS, киллер фичу NVIDIA, так как по сути мы уменьшаем разрешение, но за счёт алгоритмов это даже незаметно, зато увеличивается количество FPS. Здесь это не так наглядно, ибо количество кадров осталось на том же уровне 60+, однако это уже с трассировкой, которая преображает ночной город до неузнаваемости. Следующая на очереди игра Apex, просто потому что я в неё чаще всего и играл. Настройки максимальные, и получаем свыше 150 кадров, что для мультиплеерного шутера очень неплохой показатель, который к тому же раскрывается на этом мониторе. Кстати говоря, о шутерах следующая игра Metro Exodus, не самая свежая, но всё ещё весьма требовательная. Настройки также максимальные, разве что без трассировки. И в стандартном бенчмарке видим в среднем 50 кадров в секунду, но на то это и бенчмарк с максимальной нагрузкой. В игре в зависимости от локации может быть и 90 с просадками до 60. Раз уж вспомнили о старых играх, нельзя не затестить GTA 5. Понятное дело, здесь всё на ультрах, и с такими настройками стабильные 70-80 кадров. И такая ситуация со многими играми. Исключение разве что RDR с 30-ю консольными кадрами, но там это вроде как золочено, хотя играется всё на ультрах. Ну и так, для полной картины возьмём CS GO, где на ультрах FPS за сотку и можно стабильно ходить отгружать хедшоты. Так что с играми здесь полный порядок. Несмотря на мобильное железо, его сейчас хватает за глаза. По итогу, это довольно дорогой ноут даже среди остальных игровых ноутбуков, но и позиционирует его компания как MacBook в сфере переносных игровых устройств, предлагая и высокопроизводительное железо, и качественную сборку с премиальными материалами, если к таковым относить алюминий. Хотя идеальным назвать ноутбук сложно. Как минимум, мне бы хотелось, чтобы Razer добавила вариацию ноутбука с 16-дюймовым экраном и соотношением сторон 16 на 10. Плюс было бы неплохо, если бы Razer сделала беспроводное подключение своих игровых гарнитур, мыши и клавиатур к своим ноутбукам, таким же простым, как и Samsung со своими устройствами Galaxy и ноутбуками Galaxy Book, но в основном это придирки. В нынешнем виде, Blade 15 предлагает опыт, достойный его более высокой цены. Однако здесь только вам решать, что для вас важнее, впечатление за более высокую сумму или сухая производительность других компаний подешевле. Ну а на этом у меня сегодня всё. Надеюсь, видео для вас было полезным, если так, не забывайте поддерживать лайком, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ничего нового. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч, пока!